2017 год что произошло тогда шел на работу по тротуару как раз с 1 на 2 октября выпал снежок асфальт тротуарная дорожка оказалась по льду то есть обледенела я встал на этот участок упал на тротуар упал на тротуар в результате получилось перелом большой берцовой кости и перелом лодыжки совмещением вы упали на территории завода на территории завода как раз это получается вдоль с южной стороны вдоль стены цеха шоу 16 дней я пролежал в стационаре и после лечился амбулаторно декабре они не выписали на работу но отработал одну смену у меня на нога стала припухать то есть там было естественные нагрузки и в результате пришлось обратиться уже больницу по месту жительства к хир к хирургу ну-ка не поставили после травматический артроз и на больничном держали меня завод как отреагировал на то что вы повредили ногу на их территории очень прекрасно отреагировали пытались и пытались и сделать все чтобы я не оформил акт о несчастном случае на производстве и не брал больничный лист прямым текстом это не было ничего сказано посредник между мной и администрации администрации выступала зайцева тамара алексеевна инспектор цеховой по технике безопасности охране труда из ее уст мне было сказано что если я оформлю больничный лист оформлю травму а несчастном случае то мне как она сказала в нашей компании не работать сделаем все чтобы вас уволить акт мне уже вручили когда я был дома зайцева принесла здесь ну я расписался в получении что сказал и все ну как на врага народа смотрели потому что они все-таки думали что я не не буду брать больничные не составлю этот акт они начать нашли повод они меня значит стали не допускать до работы пока месь я не сдам экзамены по охране труда и технике безопасности но сам это интересное интересный момент получается после первого экзамена после первого 10 вопросов отвечал по компьютеру 10 вопросов из 10 на 8 ответил прекрасно 2 что-то перепутал и с этого момента у меня и начались головоломки и проблемы ежегодно весь коллектив проходит в определенное время назначают и дают экзамены то есть до этого вы сдавали нормально тут проблем никогда не было никогда называли также по компьютеру после основного билеты билеты вытягиваешь билет 10-15 минут на подготовку и потом уже отвечаешь то есть вы то считаете что вас умышленно завалили грубо говоря конечно если бы не было травмы этой оформленной у меня бы проблем не было и сверху то видимо дали указание что все таки избавиться избавиться и они пытались избавиться когда вам выдали акт о том что травма на производстве вообще какие-то каких-то компенсациях речь шла ни о каких компенсациях на нем предлагали какие-то деньги за то чтобы нет поэтому я заявление в суд на возмещение морального вреда после того когда я подал в суд они мне предложили 20 тысяч ну до судебное разбирательство они мне припаду предложили 20000 20000 ну я отказался вы заявляли в суде пол полмиллиона рублей компенсация почему такая сумма откуда она взялась откуда но у меня были свои планы естественно свои планы я не ожидал что они меня будут проводить и пытаться завалить по-другому никак не получается согласно законодательству они даже не имели права меня уволить и я бы и нынче бы я уже сам написал заявление и уволился просто-напросто потому что сердечко прихватывать и давление пошло ужасно суды когда у вас уже пошли у вас заседание было в январе кажется представители завода туда не пришли получается на первое заседание они не явились на второе заседание они пришли и значит ну выразили свое недовольство что вроде бы сумма фантастическая почему вы недовольны 50 тысяч которые суд присудил это мало я уже сейчас потерял работу был один единственный кормилиц семье потерял работу пенсия 14 копейками у меня сейчас но сейчас у меня под опекой находится еще 13-летний внук помимо того дочь инвалид не работающий инвалид 2 группы помимо всего этого отцу 92 года инвалид 3 группы а я один работал 1 а сейчас я лишился всего помимо пенсии игру я пойду все равно до конца